здравствуйте дорогие друзья меня зовут дмитрий добро пожаловать на влог здесь мы обсуждаем виски дегустируем виски говорим про виски сегодня у нас мы дегустируем вот эту бутылочку это macallan 12 лет fine ok macallan можно сказать айконическая дистиллерия которая находится в хайланд в регион хайланд технически она находится в регион хайланд очень сильно у них там регуляции в этом плане то есть не может дистиллерия которая не находится четко все обозначено в этом я имею ввиду хотя macallan дистиллерия которая находится в крега личи и это недалеко от как раз от реки спей но она не находится в регионе спейсайд то есть ее официально не могут называть регионом спейсайд хотя многие специалисты в том числе джим мэрэй например известный или майкл джексон который сделал виски библию они его относят именно к типичному спейсайд не будем вдаваться в эти технические подробности дистиллерия macallan была основана в 1824 году александром рейдом примерно 90 лет со дня основания являлась дистиллерия которая обеспечивала местную комьюнити деревни которые находились там в округе в общем-то и само владение было как бы даже можно сказать коллективно коллективное владение до 1892 года когда дистиллерию купил родрики и как раз вот этот вот с этого периода началось в общем-то становление и становление репутации что ли макалана и дистиллерия которая в общем-то то что она из себя представляет сегодня с того времени началось ее так сказать рост и развитие вот с 1900 начала 50-х 1951 до 63-го было очень сильно там реновации произошли они расширили очень сильно дистиллерию добавили много хранилищ новых добавили дистилляторы новые вот и на сегодняшний день в 1999 году была куплена дистиллерия компания которая называется эдлингтон групп которая в общем-то и владеет дистиллери сегодня и в общем-то сегодня на сегодняшний день макалан это дистиллерия которая производит третье в общем-то в шотландии по количеству производимого виски в 2009 году они сказали что они производят примерно 500 тысяч ящиков ящиков в год вот и на третьем месте после для левита и после генфидиха находились а в 2011 динтон групп заявила что они уже обошли даже генфидих и сейчас находится на втором месте после генфидиха по количеству произведенного в 2011 году они произвели 700 тысяч ящиков в общем-то очень 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 большое количество односологового виски вот макалан один из самых если не самый коллекционированный виски в мире макалан имеет у коллекционеров самую большую ценность и популярность недавно на аукционе буквально несколько месяцев назад 2014 году бутылка макалана м была продана за шестьсот двадцать восемь тысяч долларов специально декантере который специально сделан был ля-лик который сам по себе стоит пару тысяч вот ну то есть вот это но при этом есть конечно и определенные минусы потому что при всем при том что он является самым коллекционируемым виски цена на обычные макаланы в общем то тоже на мой взгляд завышен то есть если брать соотношение цена-качество то зачастую макалан конечно переоценен то есть можно в общем то найти гораздо такого же плана виски из того же региона допустим тот же space сайт или highland который будет тоже допустим к примеру 12-летней выдержки который будет полтора раза дешевле стоит чем макалан но при этом будет полтора раза качественнее и лучше продукт на мой взгляд опять же это моё субъективное мнение не только моё многих экспертов и знатоков или любителя которых которые пишут интернете информацию которые можно найти но мы не об этом давайте посмотрим что у нас написано тут на коробочке на коробочке у нас написано много всякой информации 90 процентов этой информации это блябля бля 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 мы самые лучшие Мы самые лучшие, мы самые классные и прочее, прочее, прочее. Но при этом на коробочке часто очень можно найти и очень полезную информацию. Такую, как, например, что у Маккалана самые маленькие дистилляторы во всей Шотландии. Интересный факт. И информацию о том, что у Маккалана самый finest cut. Что это значит? Это значит, что вообще, чтобы объяснить, что такое cut, немножко войдем в экскурс. И производственный процесс я тут приготовил, нарисовал сам. Художник из меня, конечно, никакой. Точнее, вообще никакой. Но для наглядности будет достаточно. Это у нас нарисован дистиллятор, так он выглядит. Как вообще производится процесс, я пока поставлю. Как вообще делается виски? Вкратце, в двух словах, буквально. Берется ячмень, высыпается на пол в каком-то специальном хранилище. Толщиной примерно 10 сантиметров. Поливается немножко водой и дает прорастить. Прорастает он примерно 7-10 дней. Периодически его переворачивают. Или машинами, или вручную есть компании, которые старыми традиционными методами работают. Ну, не об этом сейчас. Дают ему прорасти. Он прорастает. Потом его собирают в огромные чины. Заливают горячей водой. По-моему, 60 или 70 градусов температура воды. Добавляют туда дрожжи. И дают ему забродить. Начинается процесс брожения. Примерно около 10-2 недели процесс брожения идет. Получается субстанция, которая на профессиональном языке называется бир. То есть пиво. Что она, в общем-то, по своей сути и напоминает. То есть это и есть, по сути, пиво. Вот это пиво заливается вот в такие дистилляторы. Дистилляторы, так называемые, подстил. Это дистилляторы, в которых дистиллируют односолодовые виски. Они сделаны обязательно из меди. Они четко медные. Это есть определенные причины. Процесс окисления не происходит у меди. Не дает всевозможных оттенков вкусовых. Как другие металлы. Поэтому, кстати, они и не дешевые. Дистилляторы очень дорогие. Но не об этом. Сейчас подогревается. Очень мало осталось, на самом деле, дистиллерий, которые подогревают непосредственно прямым огнем. Есть они, есть. Старые, традиционные. Но их не так много. Тут, возможно, есть там специальные технологии. Паровые там специальные системы, которые подогревают. Но не суть в этом. Подогревается эта вся жидкость и начинается испаряться. Начинается испаряться. Поднимается испаряемый алкоголь сюда наверх. И здесь, вот в этом месте, он охлаждается, конденсируется и собирается в коллекционную. Есть коллекционный чан, который это. Вот тут начинается самое интересное. Не все спирта собираются. Собирается только определенное количество спиртов самого лучшего качества. Обычно это спирты из середины. То есть, так называемый первач, он отсекается. Есть человек, который занимается процессом непосредственно дистилляции, который следит за каждой дистилляцией непосредственно. И он как раз регулирует, какие спирта собирать для виски, а какие отсекать и потом использовать для чего-то другого или выбрасывать. Несут. Так вот, обычно первач, это голова, так называемая, отсекается. И хвост отсекается, то есть последняя спирта. Собирается только так называемое тело, бадди. И у разных компаний, у разных дистилляций это разное количество. Ну, обычно все равно собирается порядка, максимум 50%, 40%. Но то, что написано здесь у Макалана, что они собирают всего 16%. То есть, самые-самые-самые-самые сливки собираются, которые только эти 16%, потом заливаются в бочки. Естественно, это процесс, который происходит два раза. То есть, сначала из браги делают это, называется так называемый wash steel. А потом заливается это уже spirit steel. Spirit steel, это уже после первой дистилляции, когда собирают эти спирта, и его дистиллируют еще раз, и уже отсекают то, что не нужно, и заливают в бочки уже для выстаивания самого виски. Вот это вкратце, есть масса нюансов там, но мы не будем сейчас в них вдаваться. Давайте Макалан продегустируем. Давайте сначала посмотрим на цвет. Цвет у нас очень красивый. Макалан, кстати, в последнее время стал тоже на всех своих бутылках, выпусках писать, что они не используют добавки цвета, что цвет только натуральный. Я как раз-таки склонен верить этой информации, потому что, в принципе, все шотландские винокурни, которые дают такого рода информацию, естественно, они чаще всего, не чаще всего, а практически всегда эта информация достоверна, потому что погубить репутацию неправильной информации сегодня с интернетом, сегодня с доступностью информации это 5 секунд. Поэтому это не делается. Если написали, что он не фильтрованный, значит он не фильтрованный. Если написали, что цвет не добавляли, значит цвет не добавляли. Ну, в принципе, можно это видеть и визуально. Посмотрите, какой красивый цвет. Хотя холодная фильтрация тут присутствует. очень прозрачная жидкость. Вот. Ну, и это еще потому, что, в общем-то, у нас, обратите внимание, 40% это минимальная крепость этого виски, допустимая, так сказать, законом. Меньше уже нельзя, вы это прекрасно все знаете. Что еще непосредственно здесь, вот тут три бочки написаны, это потому, что Макаллан дистиллировал, вот этот вот непосредственно выпуск, это называется тройное выдерживание, triple maturation, вот, выдерживалось оно в трех разных видах бочек. Макаллан раньше, до не так давно, до недавнего времени, до начала нулевых, использовал в основном бочки из-под Херриса, европейский или американский дуб, но из-под Херриса. И это происходит, в общем-то, по той простой причине, что Макаллан и сегодня Эдентон Групп владеют несколькими, несколькими источниками, в общем-то, Херриса. Они владеют просто в Испании винодельнями, которые производят Херрис, и у них есть доступ, и они могут контролировать и регулировать доступ к хорошим бочкам, потому что, в общем-то, они владельцем являются. Поэтому раньше использовались в основном бочки из-под Херриса, сегодня они начали использовать тоже активно бочки из-под Бурбона, из американского дуба. И вот этот виски как раз у нас и выстоян в трех разных видах бочек. Это американский дуб, в котором Херрис был, это европейский дуб, в котором был Херрис, и это американский дуб, в котором выдерживали Бурбон. Вот, поэтому очень интересная гамма, и присутствует у него тут все. Ну, давайте перейдем непосредственно к дегустации. Что у нас на нос? Ваниль присутствует. Фруктовые оттенки у нас. Непосредственно яблоко. Зеленое яблоко, я бы сказал, да, причем такое свеже-хрустящее зеленое яблоко. И я бы сказал даже яблочный сироп, потому что очень уж такой яблочно-концентрированный запах такой, яблочный сироп, это подходит, наверное, больше по описанию. Вы знаете, вот этот сироп, который водой потом вы избавляете. Вот. Специи. Небольшой оттенок сука-фруктов. Если вы заметили, стакан уже был наполнен, я его раньше наполнен, чтобы дать ему немножко постоять. Помните золотое правило, да? Чаще всего оно работает на ура. Это сколько лет выдержки виски, столько минут ему надо дать постоять до того момента, как вы начнете его дегустировать. Вот он примерно и стоял, столько, 10-12 минут. Вот. Запах. Давайте попробуем на вкус. Фрукты. Присутствуют древесные нотки. Древесные нотки, что говорит о качестве бочек. Скорее всего, бочки не первой заполняемости, а где-то второй, наверное. Хотя присутствуют, наверное, тут и первые. То есть такая смесь есть, но присутствуют определенные древесные нотки, в хорошем понимании этого слова, конечно. Специи. Тихонечку. Опять же, яблоки. И медовые нотки. Медовые нотки присутствуют. Что касается финиша. Финиш у нас довольно долгий. Это говорит о качестве как раз спирта, использованного для выстаивания. Финиш у нас долгий. Финиш у нас сухофрукты идут. И на финише у нас еще появляются небольшие шоколадные нотки, что тоже, в общем-то, индикация вот этих вот сухофруктов и шоколад. Когда вы чувствуете, зачастую, когда добавляют карамель для цвета, дает тоже определенный вот этот вот оттенок, я бы сказал. Но в основном, конечно, это индикация того, что часть спиртов или полностью виски выдерживалась в бочках из-под хереса. Вот это вот характерные нотки хереса. Оценка. Оценка у нас 84 из 100. В общем-то, нормальная оценка. Дал бы на пункт или два больше, если бы у нас крепость была не 40%, а хотя бы 43, а лучше, конечно, 46. Что многие виски у нас сегодня делают. Что еще я вам хотел сказать по этому вопросу. В общем-то, наверное, и все. Добавьте водичку, когда вы добавляете. Сюда можно добавить. Берет нормальную воду. За счет того, что смесь комбинированная идет в бочках из-под хереса и из-под бурбона. Бурбон, те виски, которые выдержаны в бочках из-под бурбона, они натурально принимают, могут принять больше воды, чем те, которые из-под хереса. Херес надо аккуратненько. Поэтому, ну, в принципе...